Попробуем применить этот метод для, опять же, считать периметр данной фигуры из клеточек. У нее периметр равен 18. Так как он должен делиться пополам, то точки, отстоящие друг от друга на 9, будут концами разреза в случае разреза на равной части. Попробуем пронумеровать цифрами от 1 до 9 все точки на периметре. Становится понятно, что некоторые точки концами разреза быть не могут. Например, из этой вершины разрез никак не может выходить, если разрез проходит по линиям сетки. Он будет выходить либо в двойке, либо в девятке. То есть в единице он выходить не может, иначе он не может выходить в этой единице. То есть так же он не может выходить в четверке, потому что это тоже внешний угол. И здесь он внешний угол. В пятерке он не может выходить, это внешний угол. Аналогично с шестеркой То же самое с восьмеркой И с девяткой Осталось у нас 2, 3 и 7 Варианты Из двойки он выходить не горит разрез Потому что Там он отрезает эту плеточку И 2, 2 равных 6 очевидно не получится Поэтому остается рассмотреть два варианта Тройки и семерки Но давайте попробуем рассмотреть для начала семерку Куда у нас разрез здесь проходит вот так и вот так Но я очевидно, что дальше должен повернуть сюда Здесь сюда и сюда По-другому у нас просто две точки никак не соединяются с поением сетки Фигуры получились очевидно неравными Значит семерка тоже неудачный вариант Вычеркнем его Осталось только один вариант, тройка Здесь из тройки в разрез выходит таким образом Здесь таким образом Ну и надо соединить к концу разреза У нас получились две равные части Которые симметрично со сдвигом отражены Кто-то может увидеть это решение сразу Без применения каких-либо методик Но это не у всех есть Это тоже скользящая симметрия Да, тоже скользящая симметрия Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!